Так, как видим, довольно помятая жизнью посылочка. Видео Бэви Монитор ВБ601, работает на 2,4 ГГц, один канал имеет, дистанция примерно 30 метров, дисплей 2 дюймовый, так, что у нас по камере, 1,3 дюйма, поддержка ночного видения, получается туда-сюда двойной интертелеком, то есть вы можете говорить и слышать ребенка одновременно, так сказать, и отображение времени, отображение температуры, записи HDR, конечно, нету, и детектор движения тоже написано нету. Так, что у нас тут из плюшек? Плюшки, плюшки, плюшки. Видим все плюшки, тут пишут аж 260 метров, 8 колыбельных, можем разговаривать. Как бы, эко-мод, наверное, какая-то экологическая и ночное у него зрение. Все у него плюшки у нас вот здесь, давайте вскрывать. Находится все вот так вот запаковано, инструкция. В принципе, такую коробку только немножко перемотать, красиво, и дарить можно. Как видим, инструкция у нас только на английском языке, подойдет, наверное, всем. Ну, то есть очень простая, так сказать, все функции описаны, написаны и обжеваны. То есть даже вот как нам крепить ее на стену, вырезаем, сверлим, вот можем крепить этот вот передатчик. Далее, это у нас что? Соответственно, передатчик, который вращается, вернее, это даже так, камера с микрофоном. Питание идет по мини-USB, ножки имеются у нее. Сзади динамик, кнопка RESET. Очень такие непонятные, интересные винты. Так, второе. Это у нас уже приемник. Двух-дюймовый дисплей. Раз, прорезиненные кнопочки, центральная такая интересная. Ну и, получается, сзади у нас есть тоже динамик и подставка. То есть она у нас может стоять. Что касается аккумулятора, то тут не написано на ней, по крайней мере, что у нас пишет у нас спецификация, что дисплей разрешения 640 на 480. Давайте я сзади включу, пусть она запускается. Английский язык. Так, FM-модуляция, поддержка 5 Вольт и батарея 1200 мАч. Получается, 5 часов работы. В самом камере никакой батареи нет. Но я вам покажу в конце лайфхак. Батареи нет, но это не проблема для настоящих людей, так сказать, инженеров. Так, что у нас касается камеры. Она передает у нас 628 на 582 пикселя в формате НТС-Ц. И получается где-то 510 на 402. 70 градусов угол. 3,6 мм линза. 5, больше чем 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. У нас 8, простите, светодиодов инфракрасной подсветки. Передает она в пале. Получается, баланса авто и белого в авто идет. И батарейка у нас... Она передает 25 мегабит в секунду. Ну вот, у нас идет коннектинг. Как видим, цветной дисплей. Вверху значок батареи, слева коннект. Давайте подключим. Чтобы подключить, у нас в комплекте идут два... Два источника... Две зарядки, грубо говоря. Довольно длинным кабелем. Порядка двух метров кабель. Ну и на хвост у нас есть был. Так, что у нас касается... Зарядник. Ну, выдает он... 2,7... Примерно 5 вольт и 550 миллиампер. То есть, короче... Вставляем, подключаем, проверяем. Давайте я вам сразу покажу лайфхак. Лайфхак заключается... Успользование пауэрбанка с мини-юсби хвостом. Как видим, сейчас загорится зеленый светодиод. И появилось даже изображение. Давай, я выключу. Так, выключаю, потому что... Всё. Ну, то есть, вы идею поняли. Для чистоты эксперимента будем пользоваться только оригинальным всем. Поэтому подключаем. Направляем, допустим, на... На яблок. Сейчас, громкость. Так, я вообще убрал громкость, как видим, потому что будут наводки. Вот наше яблоко. Итак, что показывает у нас дисплей? Во-первых, мы можем сказать что-то ребенку. Я попробую сейчас чуть-чуть отойти. Даже вот. Я попробую включить мелодию. То есть... Тан-тан-тан-тан-тан. Можем включить там. Отображение сразу символа. Клоус аудиоплеер пошел. Так, ну, надо тут разбираться. Меню читать, как менять мелодии эти. Не думайте, что картинка зависла. Хорошо. Я могу сказать что-то ребенку. Привет, привет. Раз. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Спи, моя зайка. Успи, моя зайка. Усни. Усни. Давайте попробуем прогуляться по меню данной. Так, что у нас? Камера. Алярм. Будильник. Настройки. Инфо. Системная информация. Окей, зайдем в камеру. Все, что он, наверное, в камеру, только соединение. Будильник. А, извините-то, я просто не туда клацаю. Так, камера региструет. Ререгиструет. Есть. То есть, если у вас какие-то возникли помехи, то мы просто сзади нажимаем кнопку сброса и регистрируем камеру по новой. Назад. Будильник. То есть, сколько нужен нам какой-то будильник. Ну, нам не нужен будильник. То есть, можно установить до пяти будильников. Так, далее. Настройки. Наверное, интересная более часть. Язык. Английский, французский. Ну, русского нету, поэтому остаемся на английском. Так, выбираем. Настроим. Time. Time. Время. Daylight setting. Saving. Будет он. Следующий момент. Формат. Ну, это понятно. Так. По температуре. В Цельсиях или в Фаренгейтах. У нас в Цельсиях. Антифликер. Это. Если у вас есть лампы дневного света или прочее, чтобы у вас не было мерцаний, то можно поставить либо 50, либо 60 Гц. Систем моды. Норма моды. Ну, пусть будет в бокс моды. Так, что такое в бокс. Ага. То есть, это у нас датчик. Я так понимаю, это датчик движения. И подсветка LCD Backlight. То есть, мы можем устанавливать яркость и сколько по времени будет у нас сама гореть. То есть, 30 секунд. В принципе, это вот все настройки и информация у нас только. Вот продукт ID VB601, версия 2.3, ну, то есть, дата 4. Ну, новье почти. То есть, идет подключение к камере. Видим, температура 29,6. Давайте я себе руку поставлю. Думаю, что нагреется как-то или поменяется. Давайте проверим. Вот видите, уведомление о том, что. Давайте проверим ночной режим. Так, ну вот, абсолютная ночь. И сейчас, побоюсь сфокусироваться. Как видим, камера передает. Немножко просто камера. Снимаю, съемки плохо, но видно. То есть, в принципе, это расстояние порядка 50 сантиметров. 40. И сейчас я хочу показать, забивается. Ну, пусть будет немножко в негативе. На самом деле, довольно нормально видно в черно-белом свете. Сейчас я даже хочу посмотреть, насколько хорошо будет видно. Ну, вот, допустим, сейчас тут все тяжело. Ну, вот, я хочу, друзья, вам показать, что сейчас где-то примерно 2 метра до меня. И, как видим, инфракрасные лучи добивают до меня. Ну, вот, еще одна фишка. Не совсем получится, но давайте так. Так, сейчас я поставлю на паузу, буду молчать, да. И потом, как только я заговорю, камера услышит, что я заговорю, какой-то звук маленький даже, да, шорох. И включится дисплей, что, как бы, какая-то происходит, какой-то, происходит и звук какой-то, или плачет, то есть, ребеночек, поэтому, подождите. Как видим, зажглась камера, от звука у нас сразу происходит сработка, наша мышка вся в цветах. Довольно красочное, хорошее изображение, мне нравится, так скажу, цветопередача. Немножко, конечно, задержка где-то, но поступает, в секунду, в полную. Я только что решил проверить детектор движения, но ничего не произошло. То есть, температура 30,2, это, в принципе, может соответствовать реальности, у нас очень жарко. То, что оно должно показывать, как бы, температуру ребенка, это тоже неправда. Поэтому, как говорится, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, говорю на канал. Всего хорошего, с вами был я и видео няня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok